В третьем и четвертом окончательном чтении принят проект четвертой части Гражданского кодекса Республики Абхазия, регулирующий права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Законопроект нацелен на совершенствование правовой базы и установление новых правовых норм и принципов регулирования в этой сфере. Также был принят и проект закона о введении в действие данного законопроекта. Наличие четвертой части Гражданского кодекса, оно на самом деле ясно, понятно, обосновано. Мы беседовали и с судейским корпусом, и с юристами независимыми, и все говорили о том, что нам это действительно необходимо. Она опять же посвящена прежде всего защите авторских и смежных прав. Эта область у нас регулировалась не полностью. Сейчас позволяет уже естественно, на мой взгляд, нам необходимо принять данную часть. И уже мы в этом плане будем защищены. И защищены будут, соответственно, наши граждане, не только наши граждане, а все лица, которые так или иначе в этой сфере правоотношений задействованы. В окончательном чтении внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере страховой деятельности. Теперь появилась возможность оформления договора обязательного страхования путем составления электронного документа. Данный законопроект – депутатская инициатива Астамура Гирхеля. Он был принят в первом и втором окончательном чтении. Проект закона о градостроительном и строительном кодексе представил Резо Зонтаре. Документ определяет правовые основы и принципы градостроительной и строительной деятельности, полномочия органов госвласти и местного самоуправления, а также права и обязанности физических или юридических лиц в области градостроительной и строительной деятельности. Количество поправок, которое внесено за весь период времени, практически около 70 поправок. В 70 статье внесены поправки, небольшие изменения, где были существенные. Но все поправки проводились в согласовании с Союзом архитекторов, управлением по строительству ЖКХ, архитектурой города Сухум и так далее. А также проводились комитетские слушания и все дискуссии, необходимые для принятия данного законопроекта. Считаю, что данный законопроект необходим сегодня отрасли. Этот законопроект относится к отраслевым законам, где на фоне того, что сегодня, как нам известно, и мы знаем, что идет активное строительство всех зданий и сооружений, где необходимо регулирование всех правоотношений и само строительство тоже. У нас в Абхазии очень мало, из-за того, что мы не можем выпустить нормативные документы, у нас не хватает сил. Поэтому все, что можно было оговорить, мы включили в этот градостроительный кодекс. За эти четыре года мы, конечно, получили много предложений, скажем, которые мы все рассмотрели. У нас первоначально этот кодекс был 94 статей, сейчас 111 статей. В итоге проект в закон о градостроительном и строительном кодексе Абхазии был принят в окончательном чтении, а также утверждено постановление о введении его в действие. Решением народных избранников депутаты парламента первого созыва будут получать пенсию в размере 100% ежемесячного денежного вознаграждения действующих депутатов. Соответствующее изменение внесено во втором окончательном чтении в закон о статусе депутата народного собрания. Делится на две части. Во-первых, это упорядочивание системы выплаты пенсии депутатам. И отдельно еще было предложение со стороны администрации президента. Данный проект пришел. Было предложение о том, чтобы особенно выделить депутатов первого созыва, так называемого Золотого парламента. Сегодня как у нас пенсии получается? 75% от действующей зарплаты, скажем так, получают пенсионеры, которые находились в статусе депутата 5 лет. Сегодня так. Мы решили выделить именно депутатов первого созыва, чтобы отметить их особенную роль в становлении нашего государства. То есть для них это будет 100%, то есть действующая зарплата депутата народного собрания, это будет являться пенсией для депутата первого созыва. Во втором окончательном чтении принят проект закона о валютном регулировании и валютном контроле. Документ представил председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. У нас очень много было от наших избирателей вопросов, связанных с перемещением денежных средств в другие страны, в страны Средней Азии, количество. Но этот данный законопроект, я думаю, что будет контролировать и будет способствовать тому, чтобы взять, насколько это возможно, максимально под контроль те сделки, которые осуществляются с бизнесом иностранных государств. Также внесены изменения в закон Республики Абхазия о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа. Законопроект подготовлен в связи с необходимостью исключить противоречия в тексте закона, а именно разную трактовку термина «эквайр», заложенную в двух разных статях закона. Далее депутаты парламента приняли проект закона об основах социального обслуживания граждан в Республике Абхазия. «Трактовка закона не дает никаких возможностей по принципу ПСОЛа кого-то туда добавлять. Что у нас зачастую происходит. Я просто позволю себе в завершение. Выделены основные понятия и принципы социального обслуживания, геносоциального услуга. Это комплекс меры действий, принимая их целью преодоления трудной жизненной ситуации. Ситуации, нарушающие жизнедеятельность гражданина, инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие места жительства, конфликты в высокообращении в семье, морально-психологическое состояние». Я считаю, настолько все четко совершенно. Тем более, это впервые, вот эта сфера у нас законом озвучивается. Не нужны никакие изменения, дополнения в действующее законодательство. Это, в общем-то, Библия, по которой должны работать будут наши социальные структуры. Парламент ратифицировал соглашение между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, которое было подписано 7 мая этого года в Сухуми. «Соглашение применяется к налогам на доходы, взимаемые Республикой Абхазии и Российской Федерацией в соответствии с законодательством каждого государства, независимо от способа их взимания. Соглашение устанавливает механизм устранения двойного налогообложения, закрепляя право на взимание налога лишь за одним из договарившихся государств, либо сохраняя такое право за обоими государствами, но при этом ограничивается максимальная ставка налога, которая может быть утверждена в стране выплаты дохода. При этом соглашение устанавливается право уплатить налог однократно в отношении всех отдельных категорий своих доходов в одном из государств. Все это в целом приведет к уменьшению двоичного налогообложения и предотвращению уклонения от уплаты налогов. Часто слышим от бизнеса, от предпринимателя, что режим двойного налогообложения обязательно должен быть урегулирован. Дело в том, что на сегодняшний день, к примеру, доходы, полученные на территории нашей страны иностранными юридическими лицами, либо физическим лицом, облагаются соответствующими прямыми налогами как на территории Абхазии и одновременно облагаются на территории другого государства, в данном случае Российской Федерации. Поэтому это стопроцентное двойное налогообложение и для урегулирования был подписан документ. И сегодня он находится на ратификации. Аналогичные документы проходят и процедуры в Государственной Думе. Тоже там ратифицируется соглашение в Государственной Думе Российской Федерации. Поэтому полагаю, что не только импульс придаст обелению, как мы часто говорим, доходов, полученных на территории Республики Абхазии и в Российской Федерации, именно в частности тех доходов, которые облагаются с абхазской стороны по доходный налог, налог на прибыль, с российской стороны налог на прибыль, налог на доходы с физических лиц. Будем понимать, что эта прозрачность еще больше привлечет справедливых инвестиций и даст возможность развивать нашу экономику. Также депутатами был ратифицирован протокол о внесении изменений в соглашения между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года. Речь идет о сегодняшней ситуации, где вывозимые из Российской Федерации на территорию Республики Абхазия товары облагаются 4,5% методов, которые вошли, что, конечно же, соответственно влияет на саму ценную политику уже внутри нашей Республики, на цены оказания здесь внутри. Поэтому перечень таких товаров этим протоколом здесь идет на штабельное предложение, наименование товаров, которые будут выпадать из действий в следующей ситуации. На текущий момент граждане Республики Абхазия при импорте из Российской Федерации определенных товаров заплачивают дополнительную пошлину. На текущий момент она составляет 4,5% и проверяется в соответствии с механизмом, который установлен в правительстве Российской Федерации. В отдельном промежутке времени эта пошлина достигла 7% от таможенной стоимости товара. Подписание этого соглашения, его ратификация и проведение дальних процедур позволит участников экономической деятельности Абхазии сократить сумму расходов при приобретении этих товаров. Решением Народного собрания Нарсадзба введен в квалификационную комиссию при Палате адвокатов Абхазии. Постановлением парламента почетной грамотой награждена заслуженный журналист Абхазии Заир Ацвишба. За активную долголетнюю работу в средствах массовой информации, профессиональные достижения в отечественной журналистике и плодотворное сотрудничество с Народным собранием Парламентом Республики Абхазии, наградить почетной грамотой Народного собрания Парламента Республики Абхазии Цвишба Заиру Ясоновну. Поздравляем вас и спасибо за вашу помощь. Это было последнее заседание весенней сессии. Депутаты парламента Абхазии ушли на каникулы до сентября.